Уральские силовики ищут авторов объявления о продаже курительных смесей. Листовки и надписи красуются на столбах, стенах жилых домов и тротуарах. Причем обывателю их суть не понять. Названия синтетических наркотиков спрятаны за специфическими терминами. В рейд с прокуратурой отправился Дмитрий Немытов. В центре Катеринбурга общежитие одного из вузов. Сотрудница Ленинского отдела прокуратуры внимательно осматривает стены. Еще несколько дней назад здесь были надписи, призывающие к национальной розни. Произнести фразу дословно невозможно. Она даже в протоколе с точечками посередине. Смысл просто унижать людей с темной кожей. Такие лозунги на фасадах просто недопустимы. Прокуратура отреагировала быстро, вызвав на беседу директора управляющей компании. Ему вручили предписание в течение месяца убрать надпись. И вот сегодня повторный рейд. Здесь на стене видна свежая краска. Следователь довольна. Опасна данная надпись тем, что действительно они призывают к совершению преступлений, правонарушений. Естественно, связано это в первую очередь с национальными, идеологическими, расовыми столкновениями. А на этом особняке с элементами классицизма были другие надписи коммерческого характера. Здесь краской некто вывел аббревиатуру английскими буквами JVS. Это символ сильнейшего синтетического наркотика. И рядом номер телефона. Сейчас такие курительные смеси вытеснили и героин, и марихуану. А способ распространения, точнее реклама, день ото дня появляется то на заборе, то на домах. Поэтому прокуратура стала тщательно вчитываться в каракули на фасадах. Уже известны около ста кодовых аббревиатур. Наркотические средства Наркотической Федерации запрещены. Естественно, оборот наркотических средств также запрещен. Имеет, естественно, повышенную опасность. Что касается непосредственности здоровья населения, граждан. Естественно, необходимы данные надписи, призывающие к употреблению наркотических средств. Тем более, что синтетических наркотических средств, психотропных веществ. Действительно, данные надписи необходимы удалять. Все же любопытные. А он еще набрать не успел, ему уже привезли. Главный нарколог Сырловской области тоже читает надписи на заборах. Именно к нему в клинику и привозят подростков с передозировкой. У синтетики, говорит медик, есть одно свойство. Привыкание наступает за несколько недель, а избавиться от употребления курительной смеси просто невозможно. Симптом нарушения нервной системы. Сперва пропадает сон, потом желание идти на учебу или работу и вскоре смерть. Это практически трясина, из которой вылезти без посторонней помощи уже невозможно. Просто засасывается. Обо всех подозрительных надписях сотрудники прокуратуры просят сообщать незамедлительно. Управляющая компания, допустившая символы на фасадах, ждет штраф. Дмитрий Немытов, Альберт Полудницын, информационная программа «День», Екатеринбург.